РБК Уфа продолжает вещание из отеля Широтон. В эфире новости. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И вот главная тема к этому часу. Такси бывают разные. Депутаты республики отменили цветовое ограничение для таксомоторных перевозчиков региона. Госимущество защитят от метеоритов. Правительство региона прорабатывает правила страхования республиканского имущества. И долю увеличили. Объединенная двигателестроительная корпорация выкупила часть акций УМПО. В Башкортостане вступил в силу закон о снятии ограничений по цвету легкового такси. До изменения на рынке таксомоторных перевозок работать могли только автомобили черного, желтого и белого цветов. Представители отрасли считают, что это одна из существенных мер по легализации рынка. По данным экспертов, оборот легковых перевозок республики оценивается в 12 миллиардов, четверть которого находится в тени. В возрасте заняты около 70 тысяч человек. Игроки таксомоторного рынка Башкортостана считают, что сегодня необходимо усилить контроль за исполнением действующего законодательства об обязательном нанесении цветографической рекламы и законности установления шашек на автомобилях такси. А также принять закон о самозанятых гражданах. Принципы предоставления государственных услуг были сделаны по принципу одного окна. То есть и тут любой гражданин, имея технически исправный автомобиль, мог бы тот же самый МФЦ предоставить пакет какой-то документов, в том числе приобретая патент, где были бы уже оплачены как раз-таки расходы государства, которые могли принять и пенсионные отчисления, и социальные какие-то отчисления при приобретении этого патента. А физическое лицо на основе этого патента был бы абсолютно в правовом поле. Объединенная двигателя-строительная корпорация увеличила долю в Уфимском моторостроительно-производственном объединении. Соответствующие документы опубликованы на сайте ОМПО. Как говорится, в материалах пакет ОДК увеличен с 69,89 до 84,26%. До помиссии акция завершилась в конце марта этого года. Ранее об этом заявляли в ОМПО. До изменений уставный капитал составлял 554 миллиона рублей, после же – 700,5 миллионов рублей. ОМПО входит в число лидеров рейтинга самых крупных технологических компаний России. В прошлом году выручка предприятия выросла почти на 36,5% до 70 миллиардов рублей. Сейчас информация о курсах валют установлена Центробанком на сегодня. Доллары и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на рубль 28 копеек, до 64 рублей 96 копеек. Европейская валюта подешевела на рубль 33. Сегодня оценивается в 74 рубля 11 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке Финам за 65 рублей ровно, продажа в Россельхозбанке, Быстробанке и Уралкапиталбанке за 65 рублей 39 копеек. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Уралкапиталбанке за 74 рубля 1 копейку, по продаже в банке Финам за 74,19. Правительство Республики разрабатывает правила обязательного страхования государственного имущества. Страховать планируются объекты нежилого фонда, в том числе казенных учреждений и предприятий. Не подлежат страхованию объекты недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии, или подлежащие сносу при наличии подтверждающих документов. Оплачивать услуги страхования планируется за счет бюджета региона, а также за счет собственных средств организации. Перечень объектов будет формироваться ежегодно до 1 мая. Что касается страховых рисков, в их число вошли пожары, взрывы, удары молний, наводнения, зеленотрясения, вандализм, кражи и даже падение метеоритов. Выбирать страховую компанию будут на 5 лет путем проведения торгов. Здесь нужно подходить очень осторожно к этому вопросу, потому что, в принципе, для страховщиков обязательные виды страхования, они, как правило, невыгодны, они, как правило, убыточны. И, на мой взгляд, наверное, переход к обязательному страхованию государственного имущества должен осуществляться поэтапно. В принципе, на мой взгляд, правительство нашей республики это и пытается сделать. То есть оно пытается сначала определить перечень имущества, которых в первую очередь нужно страховать. Я думаю, что сюда должны войти, прежде всего, те виды имуществ, которые в наибольшей степени подвержены тем или иным рискам уничтожения. И в продолжение страховой темы Центробанк России отозвал лицензию у башкирской страховой компании «Резонанс». Решение было принято в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности. Речь идет о формировании страховых резервов, порядке и условии инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В апреле компания, зарегистрированная в Башкортостане, перевела регистрацию в Ростовскую область. В связи с отзывом лицензии компания обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям. Сборы резонанса по итогам прошлого года составили 402 миллиона рублей, выплаты же 198 миллионов. Филиальная сеть компании насчитывала 21 отделение. О новостях пока все. РБК УФА продолжает следить за развитием событий в республике. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин